Печитатель информационного портала Голос.ua Сегодня у нас с вами в гостях в рамках программы «Чат со звездой» пианист, виртуоз, талантливый человек Евгений Хмара и его друг, лидер группы Space, Диди Моруани. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, я буду задавать вопросы на русском языке. У нас есть переводчик, который будет, скажем так, помогать нам в такой замечательной, интересной беседе. Итак, Женя, я не знаю, можно ли назвать артиста успешным, когда он каждый год, даже каждые полгода может собирать концерты, организовывать концерты в Октябрьском дворце? Ну вот, как ты думаешь? Ну, я понимаю, что это все-таки тяжело, зная тебя, мы с тобой общаемся. Ну вот, как ты считаешь на данный момент, ты успешен? Да, я успешен даже по той причине, потому что я счастливый. Мне кажется, счастье – это как раз тот показатель, что ты делаешь что-то правильно. Я просыпаюсь каждое утро счастливый, я благодарю Бога, я благодарю все свое окружение за то, что это происходит в моей жизни. Ну, нервничаешь, да? Да, я нервничаю, нервничаю по той причине, что очень много работы, правда, очень много работы пришлось проделать, и я, правда, не сплю, практически не ем по той причине, что просто надо работать, надо делать. У нас снова у нас оркестр, теперь мы выходим за рамки концерта, это у нас шоу, у нас будут актеры, у нас будут такие танцы на сцене, у нас просто потрясающий свет от компании «Феерия», ну и, собственно, мой музыкальный папа здесь. Итак, присутствие Дидье на твоем концерте, это все-таки придает тебе силу вдохновения или ты еще больше нервничаешь? Это абсолютно непередаваемое чувство, почему? Потому что я всю жизнь считал, что большой грех бросить музыку по той причине, что мне был дан абсолютно уникальный шанс в жизни, когда я был совсем ребенком. Я рос на музыке группы Space, я много слушал, и когда мы познакомились, мне было восемь лет, тогда это был уже шок, потому что Дидье это был первый человек по телевизору, который играл на клавишах. Я влюбился в клавиши именно благодаря этому видео. Я ставил какие-то себе там игрушечные там всякие кнопочки, я имитировал Дидье. Я себе вырезал из коробки легендарный Дидье синтезатор Кейтар и имитировал, направил на себя фонарик, как будто бы я выступаю, вроде как я Дидье, и спустя много лет, когда Дидье пригласил меня сыграть вместе на одной сцене, да, и сегодня я Дидье приглашаю на свой концерт. Конечно, это уникально, уникальная возможность, уникальный день для меня. Ну, класс, конечно, Яна, вы будете, наверное, переводить. Дидье, я очень рада, что вы приехали к моему другу, тоже Жене, и поддержите его завтра. Скажите, что вы необычного увидели в Жене? Ведь Дидье и Талантливых на самом деле много. Что есть такого, не в плане Таланта, а возможно какие-то человеческие качества, которые настолько вас покорили? Как я вы думаете, Ажиня, когда он был ребенком, как вы рассказали, что вы сказали? Какой-то экстраординар? На самом деле, когда он впервые увидел Жене, он был очень впечатлен в том, как он и он поддержал его музыке, он когда зашел к нему в Геймеркет, он попросил, наигрывал ему свою мелодию, и Женя повторял ее полностью, один в один. То есть, как бы, и для него это было открытием, что такой маленький мальчик может так играть. На следующий день, он попросил Женя, чтобы он пришел и сыграл ему несколько произведений. И на пианине, он понял, что на самом деле это действительно очень талантливый человек, и он имеет особенный дар, и на самом деле всегда музыкант очень тонко чувствует дар в другом музыканте. И так я ему сказал, слушай, ты должен работать, ты должен быть очень доверен, ты должен быть очень доверен, но нужно работать, работать, работать. И я тебе promets, что в день, когда ты становишься настоящий пианист, настоящий музыкант, ты придешь играть с Space на сцене с мной. И он мне сказал, что ты очень талантливый, но если ты будешь работать, потому что нужно очень много работать над своим талантом, то я тебе обещаю, что когда ты достигнешь успеха, я приглашу тебя на свой концерт, на Concert Space, и ты сыграешь вместе со мной на сцене. И 12-14 лет после, и он был замечательный пианист. Он отправил мне в Париже вот эти новые песни и как они играют И один день я делал фестиваль в Керсон в Украине и я ему сказал, что я пришел я пришел к нам и ты играл с нами и он не играл и он играл в Керсон Через 24 года Женя прислал ему новые новые произведения которые он играл и потом, когда у Дидье был концерт в Керсоне в Украине он позвонил Женя и сказал, что приезжай я рад буду вас видеть он говорит, нет, я хочу, чтобы ты со мной играл на сцене впервые Женя играл с Дидье на сцене в Керсоне когда ему было 12 лет и я его приглашаю несколько раз я его приглашаю в Кремле я его приглашаю с нами я его приглашаю в Лужники и в Москве тоже и вот это огромная история мы рассказывали много уже 2-3 дней но это настолько красивая история и в Керсоне в Керсоне и в Кремле и в Лужниках Месси Дидье и на самом деле это потрясающая история их знакомство и для него она очень ценна и она даже больше похожа не так как на музыкальную историю как на историю настоящей любви между людьми Класс даже так заслушалась что даже вылетела я думала что сейчас а я вчера вот кстати у нас вчера был гость Василий Попадюк скрипач-виртуоз и я как раз пока к нему готовилась изучала биографию Никола Паганиния скрипача и и когда его привели и хотели чтобы с ним занимался скрипач Александр Руссо он все он его послушал и сказал я этому мальчику ничем не могу помочь и ничему новому его не могу научить потому что он и так все знает Дидье можете ли вы чему-то еще научить Женю или и вообще возможен ли предел развитию таланта если есть финансирование таланта и если вы можете дать сегодня conseк профессионал ажения я я думаю он 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 з он он И он уже больше не нуждается в его помощи, но он всегда может обратиться к нему за советом, например, советом как по поводу нового альбома, обложки, как он должен выглядеть, и поэтому он всегда очень счастлив поделиться своим советом, поделиться своим опытом, но как музыкант, Женя уже достиг своей зрелости. Например, когда он получил, например, обложку, Женя прислал ему обложку нового альбома, он ему сказал, что Женя, ты же очень красивый мужчина. И нужно, чтобы ты это показал. Ты не можешь еще на нотариоте, может быть, suffисанное, чтобы маркать просто Женя Ахмара. Ты не можешь еще, поэтому нужно показать, чтобы он может быть социализировал с его именем Женя Ахмара, и поэтому его красивое лицо, на обложке, мы бы не помешали. Но ведь вы тоже когда-то скрывали лицо под шлемом космонавта. А как же тогда наладить зрительный контакт со слушателями? Вы также выживали лицо в космонавте в космонавте, и это сложно для того, чтобы общаться с слушателями? Но я сочетал мой взгляд, потому что он был очень красивый, не очень красивый, извините, он так думал. Поэтому я был обязан создать весь этот первый маркетинг акт в Франции, то есть я взял псевдоним. И так как он не использовал свой имя Диди Моруани, эта компания не знала, что это он был под каской, и тот парень, который приносил ему эту музыку, это была группа Спейс, которая не связалась с Диди Моруани, и он прятал первое время, он прятал свой лицо под каской. И потом только открыл своё имя. Потому что если он был известен, он мог бы уничтожить, он мог бы уничтожить, потому что я был контракт с этой компанией, потому что он был контракт с этой компанией, и они, если бы увидели, что это Диди Моруани, они могли бы его засудить. И очень быстро, они стали первыми практически в мире, они продали 10 миллионов дисков за первый год. Я взял его контракт с этой компанией, и когда я взял его контракт с этой компанией, мы сделали одну эмиссию на телевизионную, и вот, Спейс, это Диди Моруани. И потом он отказывал этот контракт, и потом он уже сделал пресс-конференцию и рассказал о том, что вот Спейс, это на самом деле Диди Моруани. Да, я даже читала, да, что последний диск, Диди Моруани, в космонавте взяли с тобой на танце Мира. Я думаю, что ваш диск был в спасти, в настройке Мира. Да, да, да. Я думаю, что ваш диск был в СССР, это был в СССР, и когда он выпустил свой диск космическую оперу, то он должен был, как бы, он не должен был давать это Советскому Союзу, так как все были настроены против Советского Союза. И, так как это была холодная война, но он все равно это сделал. И я написал, что я увидел Министерство Культуры, который должен дать ему разрешение, что их космонавты это возьмут с собой на станции. И потом, когда он получил разрешение, он встретился с Александровым, и они записали эту оперу, и потом она уже отправилась в Космос. И он написал письмо М. Горбачеву о том, что вот он написал такую космическую оперу, и это большое, уникальное событие, что оно может быть отправлено в Космос, на настоящую космическую станцию. И потом М. Горбачев написал ему письмо, которое было закодировано, раскодировано французским посольством, о том, что М. Горбачев желает всего наибольшего успеха Дидье в этой уникальной затеи и операции. И потом он встретился с Главкосмосом России. И я говорю, что вот, что космос, это нашу будущую космос, это очень большая тема, и вы ничего не сделали с музыкой, для космоса и для будущего. И так как я сейчас пишу, он писал эту первую оперу, это было бы потрясающе если бы он смог бы отправить ее на станцию Мир. Я привозил свой брейер, который был маленький, с двумя антенками, и его попросили. А вы не могли бы нам оставить так же и проигрывать, или вы его? И четыре месяца, две месяца, я получил ремизу официальную ремизу от космонавтов, которые будут уходить в одну неделю. Я пришел специально в Москву, я получил ремизу, и это был ремизу, и они были на станцию Мир. И потом, это было сателизировано, то есть, они лошали в космос. И через два месяца осталась официальная передача его диска к космонавтам, и потом они отправились в космос, и по-настоящему сейчас летают в космосе. Вот так, настоящая музыкальная поддержка в космосе. Женя, ну, хочется поздравить тебя с выходом твоего альбома «Знамения». Я помню, ты мне как-то сказал, что, когда я попросила тебя одну из песен для показа коллекции дизайнеров, ты мне сказал, не бери, не бери с первого альбома, потому что «Знамения» там совершенно другие песни, на порядок лучше, на порядок красивее. Вот надо смотреть там. Ну, не знаю, это, наверное, вопрос к Дидье. Насколько космический и фантастический этот альбом по сравнению с предыдущим Жениным? Я тут, наверное, я начну, если можно, отвечать, да, а потом, если можно, да, в Дидье тоже. Дело в том, что Дидье всегда был очень большой и очень серьёзный критик для меня. И Дидье вот в начале нашей беседы сказал, что я отправлял ему свою музыку, которую я пишу. И правда, я получал на каждое произведение лист А4 с тем, что написано. Это не так, это не так, и это не так, и это выщеркнуть, это изменить, и вообще, и тут звук не тот. И так по поводу каждой мелодии. И это очень здорово, и это очень ценно, на самом деле, для подрастающего музыканта, потому что, ну, Дидье мог бы мне писать, что «Everything ok, very good, всё хорошо, продолжай твори». Я бы не рос, я бы считал бы, что «Мм, я крутой, мне подходил Дидье». Нет, всегда была критика, и, конечно же, каждое своё творение всегда отправляет Дидье. И, к моему большому счастью, я впервые не получил от Дидье глобальную критику по новому альбану. Я думаю, это да, вопрос, наверное, Дидье. Дидье, quelle est votre opinion concernant le deuxième album de Génien ? Это лучше, чем предыдущий, и может быть, это более космическое? Да, он делает прогрессы, конечно, что он лучше. Первый album, это очень хорошо, он очень хорошо, он немного отличный. Он приводит на что-то, что мы поговорим вместе, это сделать ритмическое, что он более ритмическое. И я думаю, что это очень, очень красивый album. Moi, персонально, я думаю, что Genia будет devenir очень большой композитор. Я думаю, что он действительно сделает для этого. На самом деле, я считаю, что это большой прогресс, этот album. И, конечно, первый был тоже очень хорош, он имел хорошую музыку. Но этот более сильный, он более ритмический, более динамический, более глубокий. И на самом деле, я считаю, что уже не большое будущее, как композитор для кинофильмов. У тебя же будет, да, уже, насколько я помню? Ну, это все маленькие такие работы, все такие. Конечно, мы мечтаем о каких-то масштабных Pixar и Universal. Но я думаю, что будут. Итак, на концерте планируется грандиозное лазерное шоу. Нет, нет, не лазерное, просто световое. Дидье, как, наверное, один из первопроходцев в использовании лазерного шоу. И когда-то, насколько я читала, Дидье привез вот это лазерное шоу в Советский Союз тогда. Насколько сейчас, возможно, Дидье принимал участие в разработке, чтобы вот это шоу, пусть оно не лазерное, а световое, чтобы оно максимально смогло дополнить твою музыку. Ну, да, тут вопрос на самом деле сам по себе инструментальной музыки, что в песнях мы можем какую-то мысль донести через слово. В инструментальной музыке слова нету, и поэтому, конечно, какие-то дополнительные эффекты, световые решения, какие-то спецэффекты, актеры, танцы, они могут добавлять, они могут украшать все дело. Поэтому, я повторюсь, мы выходим за рамки концерта, это у нас будет шоу. Свет, я просто, я под впечатлением от света нахожусь, потому что я его сам буквально 2-3 дня назад увидел впервые, как это все работает. Я увидел 3D-модель именно конкретно в режиме онлайн, как это все дело работает. Я был в шоке, потому что я понимаю, что я не пропускаю ни одного серьезного концерта у нас в Киеве, в Украине. И это будет на высоком уровне. Ты была представлена с шоу в Франции. И вы первой п昨 24-нheure tree привезли к органу лесу, и что даст, вы что думаете, каскоide worа звучих дикатelly, с музыкой, и если тебе это обеспечить что-то великоеärимная вещь, что можно действительноuring для нового шоу? Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, 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 да. Да. Да, да. Да, да. Да. Почему? Потому что, мне кажется, все-таки самая главная правда, это две вещи. Первая, это вера, это в первую очередь, вера в то, что ты делаешь, и вера в то, что все будет хорошо. Просто каждый раз, когда ты осознаешь, мы же просто постоянно думаем о чем-то разном. А когда ты по-настоящему осознаешь, вот я сейчас говорю про свою ситуацию, что, боже мой, какой путь пройден, познакомились абсолютно случайно. На концерте завтра будет исполнена мелодия Let Me Know The Wonder. Это мелодия, которую я всегда мечтал сыграть в школьном ансамбле, когда я был ребенком. И она очень сложная, это было невозможно тогда. Я мечтал, я не понимал, как это сделать, потому что сложная аранжировка. Потом, когда я полюбил всерьез оркестр, я себя начал представлять, как бы это могло звучать с оркестром. И сегодня, сейчас, здесь, мы сидим в Киеве, рядом Дидье, мы на концерте будем в сопровождении симфонического оркестра играть эту мелодию. И это не все. Это работа, умноженная на веру, и она дает результат. Мне кажется, вот это самое главное, просто хочется донести, что многие люди, знаете, как мой любимый пример, что садят зернышко, начинают его поливать, а потом перестают поливать. А росточек, кто показался под землей, да, достаточно было еще пару раз полить, и мы бы увидели бы результат. Так же самое тут, нужно верить, не сдаваться и идти вперед. В прошлый раз ты писал музыку и для оркестра, в том числе, насколько я помню. Как обстоят дела сейчас? Насколько уже вот, ну, уже есть опыт организации концерта? Сейчас легче уже? Не легче, честно. Я был уверен, я всем рассказывал. Да нет, тут всеукраинский тур, да, это было сложно, это же первый раз. В этот раз все будет проще, много нот уже сделано. Ничего не легче. Ничего не легче, я даже не знаю, возможно, даже чуть сложнее. Но тут вопрос в том, что, я не знаю, просто работы много, ее надо делать. И ты понимаешь четко, что ты не можешь сочковать. Если ты должен что-то доделать, ты должен не спать, ты не должен никуда ходить, но ты должен это доделать. Потому что если ты не доделаешь, ты должен отменить концерт. А как ты будешь смотреть потом в глаза зрителю после того, как ты отменишь концерт, из-за своей лени, из-за своей глупости и так далее? Вернемся к сегодняшнему мастер-классу, он будет проходить в музыкальном магазине. Мне интересно, у вас, как у музыкантов, у девушек, когда у них депрессия, они ходят на шоппинг. У музыкантов, они ходят, наверное, на шоппинг в музыкальные магазины и выбирают себе новые инструменты. Как у вас вообще отношение к инструментам? Какая ваша отношение с музыкальным инструментом? На самом деле, это очень большое уважение. К музыкальному инструменту он, например, не выносит, когда кто-то вставит что-нибудь на рояль, любые вещи. Это считают неприпустимым. И вообще музыкальный инструмент — это шедевр человеческий, который человек сам создал. Его надо уважать, потому что этот инструмент потом приносит радость и счастье очень многим людям. Но всё-таки депрессия и плохое настроение снимаются покупкой нового музыкального инструмента. Сколько у вас в коллекте уже? — Если вы будете трясти, вы купите других инструментов музыкальных инструментов. И сколько у вас сейчас? — Я много. Да, я куплюсь. Да, я куплюсь. Да, я куплюсь. Я куплюсь. Я куплюсь. Например, когда я куплюсь на турнире в 1983, я куплюсь две балалайка, которые супер. Он купил мне то, чтобы на них играть, но потому что они были настолько красивыми, он повесил, они сядут у него в студии и украшают его студию. Женя, у тебя вот какое-то особое отношение тоже к музыкальным инструментам. Всегда ли тебе хочется, когда ты проходишь мимо рояля, сесть и попробовать его на ощупь? — Конечно. Мне кажется, что у любого музыканта особое отношение к инструменту, конечно, это как святыня. — Рояль, который был в прошлый раз, он будет в этот раз или что-то? — Нет, в этот раз у нас новый рояль. У нас потрясающий рояль от Ямаха. И, кстати, вот мастер-класс, который мы сегодня будем давать, продают эти рояли. Я очень благодарен за поддержку, за помощь Ямаха Инжаз в Киев. Вот это будет абсолютно новый, белый, потрясающий рояль. Я, правда, тоже всегда мечтал, чтобы на сцене стоял именно новый рояль, чтобы на нём, если кто-то играл, то немного, потому что всё-таки механизм, но хочется, чтобы был идеальный. — Скажем так, слова настоящего музыканта, оценителя инструментов музыкальных. Я как слышала, вообще, обычно говорят фразу, что музыка вечна, но всё время что-то новое, новое, то есть музыка развивается, развивается. Можно ли сказать, что музыка, новая музыка, это хорошо забудетая старая, или такая фраза к музыке неприменима? Можете перевести, Габи. — Да, это мы больше, Кития. — Я думаю, что я думаю, что на фразе, что на музыке модерн, это музыка vie, но в нашей версии. — Если это важно, если, может быть, сейчас, это не так мощно, как это было в твоей эпохе, когда вы начинали? — Нет, я думаю, что у меня есть изменение в музыке, у меня есть эволюция в музыке, которая дала возможность для людей, которые, может быть, не должны быть большим музыканами, что делать, как это все лечить, хранители, хранители, страну, все это, что это делается. Это степь. Но, к сожалению, у нас есть люди, которые все что-то трансовое, если у нас много хороших видов, что это русские или украйates, или украйтов, или украинские, или украинские. Я хочу сказать, что у нас есть эволюции сегодня очень интересные. На самом деле современная музыка тоже очень интересна, и музыка очень эволюционирует в принципе, и на сегодняшний день она даёт возможность людям, которые не являются профессиональными музыкантами, творить разные стили, в стиле рок, в стиле рэп, в стиле дабстеп, создавать какие-то свои произведения. И поэтому сейчас музыка очень... сейчас тоже есть очень интересные, например, певцы, которые имеют потрясающий голос, и точно так же новые музыканты, которые создают потрясающую музыку. У вас были неудачные эксперименты с жанрами, с стилями, которые вы, скажем так, отложили и забыли о них? Если вы имеете ли инсу effective с жанрами, с различными русскими людья, на survived зависимости от разных звеных музыкантes, если вы имеете ли плохие biomedical область? Нет, потому что я всегда выбираю, я не знаю, я не фанатик в rapе. Я считаю, что в рапе является очень важным, потому что он позволяет людям, которые не имеют обучение, которые были на улице, чтобы выражать, чтобы выражать. Но я думаю, что в рапе, в Италии, я думаю, что в рапе нет. Это не то, что я пойду, я знаю. У него есть личные эксперименты в соединении плохих жанров, но он, например, небольшой фанат рэпа, хотя он очень его уважает, потому что это шанс человеку выразить свои эмоции, не имея голоса, не имея музыкального слуха, и поэтому сейчас в Штатах, например, его очень много, потому что слишком, возможно, много именно рэпа, но тем не менее любой жанр он очень уважает, и к нему относится к тому, чтобы каждый человек имеет право на свой любимый жанр. Например, один в Америке был такой случай, что один из очень известных диджеев, он написал, подписал композицию, которым просто взял Magic Fly Дидье, и он не указал, что это была музыка Дидье, и вот таким образом украл у него эту музыку. И у него был суд с ним в Америке, он его выиграл. Женя, добавь, и я потом... Я просто хотел добавить, касательно стилей музыки, и, скажем, развития музыки, что, на мой взгляд, самое главное, чтобы музыка несла какой-то смысл, либо даже быть мелодия, либо должен быть смысл в словах, просто очень много, к сожалению, это касается, наверное... Не знаю, не буду говорить про нашу эстраду, наверное, везде такое есть, да, что создается что-то для того, чтобы создать, для того, чтобы быть, стать популярным, раскручивают и так далее, но музыка, к сожалению, пустая. На мой взгляд, самое главное, не важно какой стиль, рэп, рок, классика, все что угодно, лишь бы был смысл. Женя, спасибо. Так, последний вопрос, потому что, к сожалению, наше время подходит к концу. Недавно был круглый столб, и на нем оговаривалось, ну, как пресс-конференция, оговаривалось, как раз поднялся вопрос по поводу авторских прав, защиты авторских прав в Украине. Да, у нас, насколько я знаю, с этим проблема. Женя, было ли такое, что вы не могли отстоять свои авторские права? Эльдомон, concernant concept de la propriedade интеллектуэль, если вы имеете в виду когда вы не могли с помощью вы не могли сказать, что вы вы не могли с вашими музыками, и что кто-то вывел и вашими музыками. да, но когда мы вывозили музыку, нужно было бы оттекать. Потому что застеные не хотят не попасть. И есть ли отношения с реакцией. И это странная, они не могут оттекать. И так, нужно быть хорошей. Потому что наш музык, это нас принято. Это наш patrimон. И нужно было бы за это. Все, просто, чтобы следить и ответить, и ответить. На самом деле, он считает, что музыка, это их детище, их собственность, и очень нужно всегда отстаивать ее права и всегда бороться. И, например, как в случае с американцами, то они подумают, ну что там, тот француз, он где-то далеко, он не обратит внимания, не заметит. Но все-таки всегда надо следить за этим, и всегда нужно отстаивать права на свою собственность, и музыкально так же. Вот, например, сейчас, недавно, совсем ему один из его фанатов прислал в фэсбоке сообщение, что вы послушаете один очень известный русский певец, который известный по всему миру, вот, он абсолютно полностью скопировал вашу музыку, вот, и где думают, что, возможно, он тоже ему придется свидеться с этим человеком, вот, так как эта музыка абсолютно была повторена. Allez, je vous donne un scoop. Je vous donne un scoop. Он ему даст предупреждение. Этот шантер, il s'appelle Филипп Киркоров. Вот, его зовут Филипп Киркоров, этого человека, да, который скопировал музыку. И это одна из его самых известных песен. И если он, как бы, не выйдет, не извинится перед, не выйдет на связь перед Дидье, то он будет наказан. Итак, к сожалению, наше время подходит к концу. Напоминаем, что у нас сегодня был композитор, пианист, виртос Евгений Хмара и композитор, музыкант, лидер группы Space, Дидье Марвани. И вам слово, Женя, можешь пригласить завтра на концерт? Да, до концерта совсем чуть-чуть, уже осталось чуть-чуть больше одного дня. Дорогие друзья, приходите, приходите. Я не люблю говорить про свое, я не люблю говорить про себя, но я уверен, что вы будете жалеть, те люди, кто не придут на концерт, вы будете жалеть, когда вы увидите видео, какие-то фотографии с концерта. Потому что, правда, мы удивим. Я сейчас говорю не только о своей музыке, я говорю о шоу, я говорю о свете, я говорю о постановке, о видео, о всем. Поэтому, пожалуйста, приходите, хотя на самом деле я всех приглашаю, понимаю, что билетов уже совсем мало. Поэтому, для тех, кто смотрели нас, увидимся завтра. Я благодарю, Мария, тебя. Спасибо большое. И, Майк, у вас есть что-то для нас? Может, вы могли додеть какое-то для телеэкспектатора? Да, я думаю, что это мне очень рад, чтобы быть в Украине, потому что это время, что я не был в Украине, и поддерживать на концерт Егенея, для меня, это, для меня, это замечательная история. И я приглашаю всех телеэкспектатора, всех людей, которые любят мою музыку, которые любят Space, чтобы приехать сегодня, потому что он имеет много talent, и нужно было бы помогать. И мы будем делать фоли сегодня. Дидей приглашает всех, кто любит музыку Space, и приглашают послушать концерт, потрясающий концерт Жени Хмары, потому что он очень талантливый. Это будет потрясающий концерт, это будет безумно интересно завтра. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам большое за внимание, дорогие зрители. До новых встреч.